Привет друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Вокзальные часы пробили полдень и пассажирский поезд вздрогнув тронулся. В купе сидело четверо незнакомцев, двое мужчин и две женщины. Вначале я расскажу вам о пассажирках. Одна из них была утонченной пожилой леди, у которой явно водились деньги. Об этом свидетельствовали скромные, но очень дорогие украшения и безупречный наряд, сшит без сомнения на заказ. Другая пассажирка была совсем еще юной девушкой. Она напоминала модель из обложки модного журнала. Девушка, конечно же, знала о своей красоте. Уверенность в себе скользила в каждом ее движении. Напротив пожилой леди спрятал лицо за газетой сержант-майор средних лет. Его грудь украшали армейские награды. Рядом с ним не сводил взгляда с юной пассажирки молодой рядовой. За время путешествия четверо незнакомцев познакомились и начали рассказывать друг другу разные истории, в большинстве своем бессмысленные. Рядовой несколько раз пытался не очень уместно пошутить. Но тогда пожилая леди награждала его настолько суровым взглядом, что бравый кавалер сразу же делался как будто меньше ростом и замолкал. Вдруг поезд въехал в неосвещенный туннель. Воцарилась тишина. Говорить никому уже не хотелось. И вдруг, когда казалось все даже дыхание, затаили и тишину нарушил звук поцелуя. А буквально через несколько секунд все услышали звук пощечины. Остаток поездки пассажиры рассуждали каждый о своем. Пожилая дама украдкой улыбалась. Она думала, какое же счастье, что даже в это время и в этом возрасте юные девушки еще не утратили остатки самоуважения. Юная девушка заметно погрустнела. Она спрашивала себя, как мужчина может поцеловать такую древность, когда здесь сижу я? Неужели настолько плохо выгляжу? Спрашивала она себя безрадостно глядя на солнечные пейзажи за окном, которые вдруг начали ей казаться совсем унылыми. Сержант-майор потирал щеку, которая после удара покраснела и даже побаливала немного. Он не видел, кто ему влепил пощечину, но чувствовал себя очень довольным. Только прекрасная юная леди-женщина позволит себя думать, что такой мужчина, как я, захочет поцеловать ее в темноте. Рядовой тоже выглядел счастливым. Он улыбался от уха до уха. Его душу грела незатейливая мысль. Какой прекрасный мир, в котором рядовой может поцеловать свою руку, а затем ударить сержанта-майора по лицу и ехать дальше с ним. Уж при других условиях мне мало бы не показалось. Когда поезд остановился на конечной станции, четверо попутчиков попрощались очень сдержанно. Сержант-майор помог пожилой леди снести с поезда чемоданчик. Рядовой бросил украдкой еще один взгляд на юную леди, которая бросилась в объятия молодого человека. В руках он держал букет роз. А надо было все-таки поцеловать ее, думал рядовой. Мне ехать домой той же дорогой. Надеюсь, в купе мне вновь составит компанию прекрасная незнакомка. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.